Здравствуйте! Меня зовут Рахим. Я выпускник программы Болошак. Я учился в Канаде, в городе Оттава, в университете Карлтон. И учился я по программе Computer Science. Это значит, я изучал информатику, математику и математические модели, которые изучают такие вещи, как вычислимость, программирование и так далее. Сегодня я хочу вам рассказать о некоторых вещах, которые я посчитал интересными и которые я считаю очень важными в нашей жизни. Они очень неочевидны, но на самом деле они управляют почти всем, что мы видим вокруг сегодня, в том числе тем компьютером, на котором вы сейчас меня смотрите. Вначале я хочу немного поговорить о университете, где я учился, и о профессорах. Этот университет был открыт в середине 20 века, примерно в районе Второй мировой войны. И большая часть профессоров там, во всяком случае признанных профессоров, занимается как раз таки в области математики, инженерии, информатики и прочих схожих специальностей. Я хотел бы порекомендовать вам, если вы выбираете университет, и если у вас есть шанс попасть в Карлтон, то попробовать подумать именно о нем. Потому что, несмотря на то, что это не самый топовый университет в мире, и, наверное, вы сегодня услышали о нем впервые, это не MIT, не Berkeley, но это довольно качественный университет. И некоторые профессоры в нем оставляют впечатление на всю жизнь. Многие профессоры, такие как Анил Махишвари или Джит Боус, которые обучали нас информатике в самых фундаментальных ее частях, например, алгоритмы или структуры данных, или то, как работает криптография, то, как ваша кредитная карточка является безопасным способом обмен денег. Эти профессоры умеют преподать информацию так, что она оказывается не только простой и понятной, но и очевидной, в какой-то мере более очевидной, чем казалось до этого. И этот момент просвещения, он довольно волшебный, потому что изначально вам кажется, что все это абсолютно непонятно, и понять это, в принципе, невозможно. Потом в какой-то момент кажется, что вот-вот я все понял, но потом происходит какое-то озарение, и оказывается, что на самом деле все совсем не так, на самом деле все проще, и стоило всего лишь потратить некоторое количество времени и своих мозговых ресурсов, чтобы понять, что все эти вещи очевидны, если о них задуматься. На самом деле они не очевидны. И о некоторых таких вещах я хотел бы поговорить сегодня. Я сказал, что я учился по программе Computer Science, и в русском языке нет абсолютно схожего понятия, мы не говорим компьютерной науки, мы говорим информатики. Но в английском языке тоже есть понятие Informatics, и они в принципе тождественны. Поэтому, когда я буду говорить информатика, то я буду иметь в виду Computer Science. Но проблема у этого термина, нам очень не повезло с этим названием, потому что в английском языке это Computer Science, но на самом деле та вещь, которую она изучает, не связана напрямую ни с компьютерами, и она не является наукой. Компьютер здесь имеется в виду не тот компьютер, в прямом смысле, к которому мы привыкли, это ноутбуки и телефоны, и планшеты, и так далее, а так называемый вычислитель. Если вы посмотрите в газеты начала 20 века, или даже 19 века, вы можете увидеть там вакансии компьютеров. Нам нужны компьютеры, приходите, если вы компьютер. Естественно, на английском языке. И там имелось в виду, нам нужен человек, который будет считать, который будет сидеть со счетами, может быть, с каким-то механическим аппаратом для подсчета больших чисел, и будет управлять такими вещами, как финансы или налоги, или что-то связанное с большими вычислениями. В этом отношении компьютер — это человек или механизм, который производит вычисления. В русском языке мы используем слово «информатика», и логично подумать, что информатика занимается информацией. И отчасти это так. Часть информатики занимается информацией, но это лишь маленькая ее часть. И опять же, нельзя сказать, что информатика — это наука об информации. Мне нравится думать следующим образом. Информатика или компьютер-сайенс — это наука об эффективности. И это очень важно в нашем мире, в нашем сугубо неэффективном и неоптимальном мире. Мы видим миллиарды людей, которые умирают от голода в 21 веке, в то время, как мы смотрим HD-телевизоры в кондиционируемых квартирах. Это неоптимально и это неэффективное использование тех ограниченных ресурсов, которые у нас есть. Поэтому у нас нет иного выхода, но мы будем называть это наукой информатика или компьютер-сайенс. Нужно понимать, что это намного более широкая сфера деятельности. И одна из областей информатики — это изучение алгоритмов. В частности, тех алгоритмов, которые являются наиболее интересными, наиболее сложными для вычисления. Например, простой алгоритм сложения двух чисел — это взять одно число, взять другое число, найти их сумму. Каким-то образом мы все это умеем с первого класса. И это довольно простой алгоритм, и он неинтересный. Однако, сделав еще один шаг вперед, умножение чисел — это тоже довольно тривиальная операция, и мы научились это делать, не знаю, на третьей неделе первого класса. И кажется, что есть единственный способ умножить два числа. Можно это сделать на бумаге, можно это сделать на калькуляторе, но, грубо говоря, происходят одни и те же операции, и вы их можете повторить у себя в тетради в клетку. Оказывается, есть более оптимальный способ умножать. Это супер неочевидно, это странно подумать о том, что умножать можно иным способом. И этот иной способ, если его написать на бумаге, он очень сложный и непонятный, но он более эффективный. И теперь, когда вы подумаете о том, как самолеты находят путь, или автопилот находит путь через всю Землю, чтобы прилететь в конечную точку, приземлиться на маленький кусочек пространства, знайте, что умножение там происходит не так, как мы привыкли. И это касается большинства проблем. Большинства проблем, которые нам казались простыми и очевидными, на самом деле, если копнуть глубже, имеют более глубокий и более интересный уровень. И там можно найти более оптимальное решение для этой проблемы. И, да, если я начал говорить об алгоритме, и так и не сказал, что это, я думаю, вы это слышали из школы и примерно понимаете. В школе нам очень любили говорить, что алгоритм — это вроде как рецепт, последовательность действий. Положите лук, нарежьте помидоры, пожарьте все это в течение 10 минут. И если вы повторите все эти действия в точном порядке, следуя инструкции, то у вас получится результат. И, возможно, у меня не всегда получается такой хороший результат, как на шоу о кулинарии, но в целом это похоже. В информатике, так как это намного более точная наука, опять же, наука в кавычках, все эти действия должны приводить к одинаковому, к абсолютно одинаковому, неразличимому результату. Алгоритм — это последовательность действий. И это самое простое определение алгоритма, но у алгоритма может быть много видов. Бывают механические алгоритмы, такие как двигатель. Вы знаете, что если залить в двигатель топливо, включить стартер, начнется электрическое какое-то действие, искра, и двигатель начнет двигаться. И это тоже алгоритм, он механический, и он, в принципе, почти всегда работает. Есть алгоритмы логические. Например, то же самое умножение, если вы посмотрите, как его можно формализовать, как его объясняют детям, то это последовательность действий. И все, что нужно, это запомнить эту последовательность действий, понять, почему она работает, и вы можете это делать. Компьютер, на самом деле, даже не понимает. Вторая часть из этого утверждения не работает. Компьютер не понимает, как он это делает, он не знает, что происходит, но он может выполнять эту последовательность действий, и алгоритм работает. Если вам все это кажется до сих пор простым и очевидным, если задуматься, то куча алгоритмов управляют нашу жизнь, управляют вашими деньгами, управляют светом в этой комнате и электричеством во всей стране, и мы не видим их действий. Самое главное, что мы дошли до такого уровня, что мы не можем понять их действия. Простой пример из биржи в США, биржи, где обмениваются ценными бумагами. Если компания хочет продать огромное количество своих акций, допустим миллион акций, если она это сделает за один раз, то это будет влиять на кучу других параметров. Это изменит цену какого-нибудь параметра или индекса на этой финансовой бирже. Поэтому, чтобы скрыть это действие, чтобы не показывать, что мы продали миллион акций, они нанимают физиков, инженеров и программистов, которые придумывают очень хитрые алгоритмы. И эти алгоритмы позволяют разделить этот миллион транзакций, точнее эту одну гигантскую транзакцию на миллион акций на миллион маленьких транзакций, и запустить их в таком порядке и в такой последовательности с такими идеями, чтобы вся эта продажа не была заметна. Это один алгоритм, который занимается этим. И каждая компания, которая продает свои акции, придумает свои алгоритмы, они борются между собой. Другие компании, естественно, заинтересованы в том, чтобы понять, что происходит, и увидеть, и проанализировать это действие. И они пишут другие алгоритмы, которые пытаются найти эти действия, скрытые тем алгоритмом. Эти два алгоритма борются между собой. Мы не видим этого действия, но от их действий, от их эффективности, оптимальности и удачливости, зависят цены, зависит инфляция, зависят человеческие жизни, потому что от этих цены инфляции и цен на нефть зачастую зависят войны и какие-то подобные мероприятия. И если задуматься об этом, то становится немного страшно, потому что когда случился финансовый кризис, несколько процентов денег на планете исчезли. И мы до сих пор не знаем, куда они исчезли. Они никогда не были в физическом виде, их не было в монетах или бумажках, они были в компьютерах, алгоритмы с ними работали, и в какой-то момент они перестали существовать. И от этого миллионы людей потеряли свои работы, дома, пенсии, зарплаты и так далее. И никто не понял, до сих пор никто не понял, что произошло, как эти алгоритмы работали и где они ошиблись. И ошиблись ли они, может так и нужно было, может это было правильное решение. Алгоритмы очень неочевидны. Например, простой пример в супермаркетах, когда вы подходите к кассе, то увидите, что там есть 10 касс, в каждую кассу отдельную очередь. И вы думаете, в какую кассу мне пойти, где меньше людей. Здесь вроде больше людей, но каждый держит по одному помидору, а здесь один человек, но у него полная корзина. Вы примерно пытаетесь анализировать и чаще всего вам не везет. Я знаю, чаще всего мне не везет, я выбираю самую долгую очередь. Но неочевидное решение было бы, оно существует в некоторых больших супермаркетах в Америке, и то на некотором количестве касс. Это сделать одну гигантскую очередь на все кассы. Такое иногда бывает в банках. И это не очевидно, потому что я не хочу стоять в гигантской очереди, я хочу выбрать маленькую очередь, я хочу взять на себя эту ответственность, я умный, а очередь глупая. Но эффективное решение это сделать одну гигантскую очередь и каждый раз, когда освобождается какая-то одна из десяти касс, следующий человек в эту очередь идет к этой кассе. Если задуматься, то это самое оптимальное решение, но нам оно не нравится. И когда люди пытались, владельцы супермаркетов пытались привести всю систему именно к такой схеме, люди возражали, они говорили, зачем вы это делаете, зачем вы делаете очередь такой длинной. Хотя все исследования говорят, что все будут счастливее в этой конфигурации. Другой пример лифты. Каком-то офисном здании в небоскребе в Нью-Йорке сделали лифты на каждый этаж. В лифте нет кнопки выбора этажа, каждый лифт ходит на определенный этаж. Все, что вам нужно, это зайти в нужный лифт и ничего не делать. И опять же, людям показалось это очень страшно. Во-первых, люди любят комфорт, извините, люди любят контроль, они хотят сами нажимать кнопку, выбирать свое будущее. Но это не оптимальный вариант, потому что когда 10 человек заходит лифт и каждый нажимает одну из десяти кнопок, лифт останавливается на каждом этаже и все ждут дольше. Если бы мы сделали лифт, который идет на каждый отдельный этаж, то было бы быстрее. Но люди противились этому, в конце концов, мы таких лифтов почти не видим. Алгоритмы очень неочевидны. И ученым постоянно в ходе истории приходится бороться с тем, что людям кажется, что их житейская мудрость важнее и правильнее, чем исследования в области математики или эффективности. Я сказал, что информатика изучает проблемы вычислимости. И нужно понять, что сама информатика не занимается вычислениями, она не занимается тем, чтобы сложить числа или умножить матрицы или найти координаты. Ей, информатику, интересует эффективность и нахождение оптимальных путей решения таких проблем. И один из отцов-основателей этой науки, Аллан Тюринг, английский ученый, который работал над расшифровкой немецкой шифровальной машины «Энигма». И его очень интересовали вот эти проблемы в том, какие классы задачи существуют и можно ли вычислить любую проблему. Он придумал очень простую идею. Он придумал абстрактный компьютер. И на тот момент компьютеров в нашем виде не было. Существовали эти гигантские коробки, которые занимали целые здания и очень медленно наумножали числа и проводили какие-то вычисления. Он придумал абстрактную у себя в голове машину, которую впоследствии назвали машиной Тюринга. И машина эта выглядит очень просто. В ней есть лента. Это может быть магнитная лента или даже бумажная лента. Наверное, будет удобнее, если это будет магнитная лента. У нее есть одна особенность – она бесконечная. Можно об этом думать как в очень-очень гигантском, бесконечно-гигантском компьютере, у которого есть бесконечно-гигантская память. Все, что на этой ленте можно обозначить – это биты. И биты – это число 1 или 0. Бит происходит от слов binary digit – двоичное число. Там может быть единичка, ноль или пусто. Вот, например, эта ячейка будет пустая, пусть здесь будет ноль, пусть здесь будет единичка. Вторая часть машины Тюринга – это некий аппарат, который может сканировать каждую из этих ячейк, сканировать одну ячейку в момент времени. Пусть это будет вот такой вот квадратик, который может двигаться. Он может двигаться от ячейки к ячейке. Опять же, одно движение за раз. Он может подвинуться сюда один раз, туда один раз, налево-направо или может остаться на месте. Он может прочитать то, что находится в этой ячейке. Здесь он может прочитать, что в этой ячейке ноль. И может изменить это значение. Может записать что-то в ячейку, независимо от того, пустая она или там что-то есть. И в зависимости от того, что он прочитает в этой ячейке, у него есть отдельный список, в котором написано. Если в этой ячейке ноль, то сделай движение вправо, например. Если в этой ячейке один, то не делай ничего. Если это пустая ячейка, то сделай движение влево и запиши что-нибудь в ячейку. Что-нибудь такое. Довольно простой который вы можете реализовать сами и имитировать это на таком же листе бумаги. Это супер простой механизм, который сделали из лего, который можно сделать в принципе из чего угодно, который можно имитировать на компьютере. Самое интересное это то, что создав такую абстрактную модель, с ней можно работать как с моделью математической и с ней можно проводить некоторые эксперименты, делать выводы. Самый потрясающий вывод, который сделал Алан Тюринг и ученые, которые впоследствии изучали эту машину Тюринга, в том, что любой компьютер идентичен этой машине. Та камера, которая меня сейчас снимает, это компьютер, тот телевизор или компьютер или телефон, на котором вы смотрите меня, это компьютер. Все, что нас окружает сейчас, это компьютер, даже пульт от кондиционера, это компьютер. И независимо от того, насколько это сложный компьютер, играете ли вы на нем в Angry Birds или используете для запуска марсохода на Марс, это все тот же компьютер, который тождественен этой машине Тюринга. Любая задача, любое самое сложное вычисление и 3D графика и что угодно, это вычисление, которое можно сделать на этой машине с помощью ленты единиц нулей и маленькой штучки, которая двигается по этой ленте. Это удивительное и, опять же, очень неочевидное решение, но это так. Конечно, такая лента будет очень медленной, она будет работать, может быть, из-за того, что это магнитная лента с какими-то проблемами, но теоретически это компьютер, это любой компьютер. И из этого интересного утверждения можно делать очень интересные выводы.